МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Такая жизнь». В конце мая в такой жизни мы рассказывали о Краснодарке Елене Бурсовой, которая пошла на небывалый эксперимент над собой. Много лет она терпела насмешки из-за своей внешности, боролась с проблемами, вызванными полнотой. Сев на диету, Елена преобразилась до неузнаваемости. Ей удалось похудеть на 100 килограммов. Но бывшая полнота не прошла бесследно. Чтобы выглядеть идеально, Елене потребовалась пластическая операция. О том, какая она была до и стала после Оксаны Кощура. Елена всегда ненавидела фотографироваться. Редкие снимки или на документы, или друзья уговорили. А теперь она с удовольствием готовится к профессиональной фотосессии. Последствую все хорошо. Теперь самое главное, мы не стоим ровно, вот так вот. Фотографии на паспорт не получаем. Немножко по бокам поворачиваемся всегда. Елена все равно заметно волнуется, но после первых снимков сразу почувствовала себя увереннее. Смотрите, как фотография получает. Видите, стулок. То есть надо немножко больше распрямить ее. Глядя на эту привлекательную блондинку, сложно понять, почему она так боялась смотреть на свои фотографии. Мне красиво будет на фотографии смотреться. Ну вообще, может быть, стеснялась. Это платье долго лежало в ее шкафу. Его она тоже стеснялась носить, а теперь охотно позирует в нем. Рядом сын, Гриша. Для него мама всегда самая красивая. Конечно, внутри радость. Как-то такой жизненный тонус, что надо вперед, не сдаваться. Все мечты сбываются. Эти снимки для обычного человека – просто фото. Для нее – начало новой жизни. Лена всегда была полной и давно к этому привыкла. Привыкла одеваться в бесформенную одежду, никуда не ходить, почти ни с кем не общаться. Я всегда пряталась, терялась. Конечно, никто не трогал. У меня никто не это. Я не любила людей, никуда не выходила. Но даже такой затворнический образ жизни не помешал ей выйти замуж. К тому времени при росте 167 сантиметров она весила 100 килограммов. После родов еще поправилась. Через пару лет после замужества Лена весила уже 165 килограммов. У молодой женщины начались проблемы со здоровьем. Ей было тяжело ходить и заниматься домашними делами. Она мечтала о втором ребенке, но врачи были категоричны. Если Лена не сбросит вес, о беременности можно забыть. И она решила – пора худеть. Села на жесткую диету, ела пять раз в день понемногу, отказалась от любимой жареной картошки, она долго снилась ей по ночам, и вес стал падать. За полтора года Лена сбросила 100 килограммов. Даже сейчас даже не представляю, как это было. Она полностью сменила гардероб и, наконец, была с ее мечтами. Она смогла надеть короткое платье. В нем ее и увидели зрители программы на одном из федеральных каналов, куда Лену пригласили в качестве гостя. Она произвела фурор. Все удивлялись ее силе воли. Лене нравилось, как она выглядит, но только в одежде. Из-за сильного похудения кожа на теле заметно обвисла, особенно на животе и руках. Накидку Лена снимает только дома. А так хочется, признается нам, поехать к морю, надеть открытый купальник и ловить на себе взгляды восхищенных мужчин. Когда была в весе, был большой комплекс. Я стеснялась выходить. Сейчас я достигла, а сейчас появился другой комплекс. Это обвисшая кожа, живот. Елена хоть и ходит теперь в тренажерный зал, но, увы, одних занятий спортом тут мало. Кожа обвисла настолько, что убрать ее можно только оперативным путем. Лена записывается на прием к пластическому хирургу. Внимательно осмотрев женщину, доктор Халид не скрывает своего удивления. Впервые у него на приеме человек, который так сильно похудел. Здесь вы, да? Просто похудели? Ну да, там, не знаю, какой у меня там вес был. Доктор объясняет Елене, ей предстоит долгая и сложная операция. Нужно будет убрать несколько килограммов лишней кожи. Стоит это недешево, около 100 тысяч рублей. Но, учитывая уникальность этого случая, пластический хирург решает сделать операцию практически бесплатно. Говорит, его просто восхитило мужество молодой женщины. Лена, конечно, очень смелая. Все началось с того момента, как она решила для себя просто избавиться из того веса. И самое главное, что она не остановилась. Понимаете, она поняла, что она будет потерять такой большой вес. Естественно, есть какие-то, будут какие-то потом проблемы. В тот день она встала пораньше, в ночь перед операцией все равно не спалось. Долго говорила по телефону. Звонили друзья, родственники, все переживали и желали ей удачи. В клинике ее уже ждут. Елене измеряют давление, все в норме, с ней беседует анестезиолог. Внешне Елена спокойна, но потом признается, что очень волнуется. Операция начнется через час. Доктор Халид еще раз рассказывает, как она будет проходить. И просит не переживать. Осматривает пациентку, отмечает зоны, которые будет оперировать. И вот, вся подготовительная работа завершена. Елену отвозят в операционную. Доктор Халид принимается за работу. Он впервые будет удалять такой объем кожи. Вместо шести часов операция длилась десять. Но доктор Халид доволен. Все прошло успешно. Лишняя кожа с живота и рук удалена. Елена чувствует себя хорошо. Ее организм справился с нагрузкой. Это большая нагрузка для организма, тем более с ее объемом. Очень большая операция была, очень длительная. Но впереди Елену ждал долгий восстановительный период. Бесконечные перевязки и осмотры в клинике, где ее оперировали. Доктор Халид регулярно осматривает, как проходит заживление рубцов. Все в норме. Они уже не так заметны. Живот тоже уменьшился. Можно даже носить обтягивающую одежду. Елена тоже довольна. Рубцы хоть еще и видны, но уже не болят. Так что можно жить своей обычной жизнью, ходить в тренажерный зал. И главное, снова не поправиться. Вы сейчас должны сохранить ваш вес, поддержать этот вес. Конечно, потому что если вы будете вернуться к предыдущему весу, это будет гораздо хуже, понимаете? Через три месяца снимут швы. Если потребуется, сделают шлифовку кожи. Тогда только под пристальным взглядом будут заметны небольшие полоски от разрезов. Но это даже косметическим дефектом назвать будет сложно, говорит доктор. С Еленой они созваниваются каждую неделю. Он очень хочет, чтобы она побыстрее прошла все трудности после операционного периода. Столько, да, мы пережили, считая, с ней вместе. Большое ему спасибо за его, конечно, терпение, понимание. Очень благодарна, что человек был... Спасибо, да. Именно золотые руки, можно сказать. И теперь, когда самое сложное уже позади, Елена понимает, что все было не зря. Пусть долго и трудно, но она шла к своей мечте. Не отступая от нее ни на шаг назад. Мечтала всегда, возле зеркала крутилась, руки все, думала, как же это все обрезать, убрать. Потом, ну, считай, через два года, можно сказать, мечта сбылась. Оксана Качура, Юрий Дешин, Евгений Береснев. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Вабанк» в Краснодаре каждую субботу. Это была такая жизнь. Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv-sobakmail.ru. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова